ребят всем привет сегодня хочу рассказать свою историю о взаимодействии и ловли на такую блесну как williams wabler это у нас 50 миллиметров и вес 14 грамм в целом это блесна то что я видел в продаже от 30 миллиметров с весом 4 грамма и до 70 миллиметров с весом 28 грамм есть также модификации light но не спешите их покупать почему потому что вот даже вот это вот пятнашка она очень плохо летит она имеет довольно большую площадь тела и в частности поэтому вот как переливается как у нас свет играет в целом и уже поэтому как бы заброс даже этой блесны плохой летит она плохо но зато она хорошо играет хорошо ловит от многих других блесен williams wabler отличается наличием вот такого вот стабилизационного ребра которая в теории препятствует закручиванию блесны при проводке на самом же деле честно говоря мне эта блесна изначально не очень сильно понравилась почему потому что когда ее ведешь особенно со скоростью хотя бы немножко выше среднего она начинает закручиваться вот три оборота в одну сторону три оборота в другую потом вроде как нормально потом опять вот это все начинается и меня честно говоря это в ней довольно сильно бесило но потом я посмотрел ролики американские канадские в общем англоязычные и там демонстрационные аквариумы здоровенные где проводят эту блесну и собственно игра такой и должна быть кроме того на падении она играет просто замечательно ну и что ж пришлось мне на нее ловить пришлось пробовать ее в деле и первая поимка щуки на ваблер моя происходила так в общем ровное место глубина два с половиной метра отдельные островки водной растительности и через эти все островки я как раз провожу блесну провожу я свою любимую орклу немножко подергивая но глубина может кстати два где-то потому что оркла семерка легкая провожу подквичиваю все происходит удар хороший но вообще не засекается орклайт там же пробиваю еще несколько раз делаю заброс ничего думаю надо поменять блесну надо поменять блесну и на что-то довольно легкое на то что можно будет остановить что будет планировать сыпаться и как раз может быть будет какой-то результат ну в общем говоря один заброс я сделал немножко не по тем углом она у меня прошла по другой траектории второй заброс веду с паузами баба есть это была моя первая такая щука на ваблер ну и в целом сейчас блесна показывает себя хорошо битое стекло вариация у меня ну она мне нравится единственное вот и какое-то мое такое замечание у меня особо вильямсов до этого не было это вот то что блесны но имеют богатую историю самой там модели много десятков лет и они выполнены из латуни и покрытый тонким слоем золото либо серебра вот кстати это чуть ли не единственная блесна которую я купил не в серьезном таком крупном именно магазине там масштаба страны есть у нас такие а в таком небольшом магазинчике ну сравнительно который на рыболовном рынке был и я же уточнил оригинальная блесна до оригинальной у нас других нет и вот не знаю по поводу вот этих вот всех сколов по поводу того что вот это вот покрытие слазит не знаю это это нормально для оригинальных блесен или же все это у меня такая вот подделка хотя хотя опять же в любом случае ловит в любом случае полностью копирует по внешности и по весу оригинальный ваблер в общем кто в теме кто долго ловит на такие блесны у кого есть именно такой допустим свет напишите пожалуйста в комментариях у вас такое бывает или в общем это у меня подделка хотя даже если подделка особо не расстроюсь блесна рабочая просто докуплю еще в таких в крупных проверенных магазинах оригинал ну и конечно же за счет вот такой вот формы тела за счет большой площади тонкого листа металла отлично работает на падении отлично работает на неглубоких участках засеянных травой поэтому вот если вам нужно ловить щуку в заливах с глубинами до двух с половиной как я и сказал ранее вот это ваш вариант так что мне данная блесенка в принципе нравится не скажу что прямо в фаворитах но опять же рабочая опять же есть места где нужно поставить что-то типа курса марасанина рубликса орлока либо же вот вильямса ваблера вот такие вот дела если вам было полезным это видео то ставьте лайк конечно же подписывайтесь на канал всем счастливо и сам уб primary у Субтитры сделал DimaTorzok Ничего не видно против солнца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И самое главное, либо кем-то черканутая, либо это сетка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok